Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Хорошо. Родом я из Пензенской области, училась я в Саратовском экономическом институте. Далее, уже когда переехала сюда, в Дмитровский район, я еще получила юридическое образование. Вы переехали по распределению или как? Нет, не по распределению. Тут уже больше по семейным обстоятельствам, будем так говорить. И работала здесь я в Яхромском совхозе колледжа, юристом. Ну, а позже уже в том месте, где и сейчас, я работаю больше 10 лет. У вас большая семья? Ну, вот муж, двое детей, старшая дочь у меня студентка, а младше 6 лет. Разница большая достаточно, да? Да, достаточно. Хорошо. Ну, а вот не жалеете, что вот судьба вас забросила в Дмитров? Нет, нисколько. То есть вам нравится город? Уже стал родным практически, да? Да, да. Ну, у вас достаточно сложные профессии, поскольку вопросы распределения жилья всегда были непростыми. Вот в связи с этим, хотела бы узнать, какими качествами должен обладать руководитель, занимающий вашу должность? Ну, прежде всего, он должен быть компетентный в вопросах тех, которые, значит, занимаются это учреждение. Это первая очередь. Во-вторых, должен быть достаточно выдержанным. То есть психологические качества и внутренние его, они тоже должны быть, может быть, даже на одной ступеньке с его квалификацией. Поскольку контингент у нас достаточно обширный, разный, и очень часто здесь нужно к некоторым, к нашим гражданам найти определенный подход. То есть, чтобы был диалог определенный с этими людьми. Вот. Ну, и что еще? Ну, внутреннее качество, как я уже и назвала, профессионализм. Ну, профессионализм, он развивается, и здесь очень хорошо, когда среда в коллективе. Вот у нас, допустим, очень коллектив дружный, и мы как-то вот в общей связи работаем. Ну, понятно. Но наверняка ведь, наверное, такие ситуации, что вот приходят люди, вот вы видите, что нужно будем помочь, а по закону вы не имеете права. Вот что вот в этот момент вы чувствуете? Ну, конечно. Во-первых, разъясняем гражданину, то есть стараемся ему объяснить, что мы работаем все-таки в рамках каких-то нормативных документов, правовых актов. С тем, чтобы он не ушел, вот понимаете, с таким сопущенным взглядом, чтобы он понимал, что чем можем, мы, возможно, сможем ему помочь. Может быть, он может поучаствовать в рамках какой-то программы, допустим. Разъясним, объясним ситуацию, расскажем, как делается там, допустим, расчет той же субсидии или там расчет по субвенциям. Ну, если мы не можем помочь, ну, то, по крайней мере... Ну, чтобы он не ушел раскройным. Ну, да, да. Задача такая, чтобы он не ушел каким-то, знаете, обиженным. Да, 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 да. Хорошо, такой вопрос. А что вы относите к своему достоинству и знаете ли о своих недостатках? Вам говорили когда-нибудь о недостатках? На чем вам предстоит работать? Ну, вот... Про недостатки. Ну, вот так вот, скажем, в лицо еще нет. Не говорили, да? Ну, это хорошо, да? А достоинство? То, что у вас коллектив такой хороший? Оно... Все-таки, наверное, заслуга руководителя, что коллектив. Трудно. Ну, в чем-то, наверное, да. В чем-то какие-то объективные причины, но не стало бы это вот в рамках достоинства носить, мне кажется. Как-то это не совсем верно. Да? Хорошо. А тогда такой вопрос. А чем вы любите заниматься в свободное от работы время? Есть ли какое-то постоянное хобби? Может быть, спорт, может быть, вышивание, может быть, сад? Что конкретно? Ну, вот сейчас, да, были определенные хобби, но учитывая, что вот у меня все-таки маленький ребенок еще достаточный и работа такая загруженная, я все-таки стараюсь больше заниматься с ребенком. С семьей, да? Да, с семьей. А литературу какую предпочитаете? Литературу я стараюсь читать, так скажем, разную литературу. То есть, периодически ее меняю. Где-то классическую литературу читаю. Потом иногда даже могу детективы... То есть, здесь в зависимости от настроения. Вот какой-то вот есть настрой. Могу почитать что-нибудь попроще, что-нибудь посложнее. Ну, и плюс, конечно, по работе, да? Это постоянно что-то изменение? Скажу так. Вот я себя с некоторых пор приучила дома все-таки заниматься домом и семьей. На работе? На работе заниматься работой. И вот это вот я считаю своим внутренним качеством таким... Хорошим. Да, правильно. У вас есть мечта? Ну, пожалуй, есть. Вот если с точки зрения мечты просто моей, вот как женщина, да, то мечта, может быть, попутешествовать побольше, знаете, что-нибудь такое вот интересное... Увидеть новое. Да, увидеть новое. Это всегда, я думаю, что это мечта большинства все-таки людей. Таких не домоседов, будем так говорить. Если с точки зрения работы, то, наверное, мечтой здесь может быть то, что... Что можно больше... Что можно стало нулево. ...реализовать права граждан, может быть, так. Так, право их на более, скажем так, лучшую, правильную, счастливую жизнь. Посредством того, чем мы занимаемся. Жилье, потому что это одно из основных, так скажем, взаимополагающих счастливой и хорошей жизни. Ну что ж, спасибо за откровенные ответы. А теперь давайте перейдем к теме нашего разговора. Итак, какие задачи стоят перед вашим управлением и какими нормативными документами вы руководствуете в своей деятельности? Ну, начнем с того, что я обозначу круг вопросов, да, которыми мы занимаемся. У нас три, скажем так, направления нашей работы. Мы, во-первых, муниципальные казенные учреждения. Наш учреждитель — это администрация Дмитровского муниципального района. Ну, чтобы было понимание. Значит, какие три у нас направления? Первое — это учет распределения жилой площади. То есть мы занимаемся учетом тех очередников, с которыми потом продолжаем работать. Либо в рамках определенных, допустим, программ, либо у нас есть просто общая городская очередь. Занимаемся с этими гражданами. Дальше, второе направление — это субсидии. Субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это второе направление. Ну и третье направление, это вот сейчас для некоторых, наверное, граждан достаточно злободневное. Это по приватизации жилых помещений муниципального жилого фонда. То есть вот три основных таких направления. Ну, субсидии. Субсидии — это у нас работают у нас сотрудники... Подождите, я перебью вас. Там у вас первый звонок. Давайте мы на него ответим. Хорошо. Слушаем вас, говорите. Алло, алло, алло. Да. Здравствуйте. А можно такой вопрос задать? Вот мы живем на улице Шлизовой. Нас вот поджигают все. Я с твоей женой живу уже 10 лет в гражданском браке. И нам бы как бы один... Ну, одну комнату. Ну, вот. Как бы вот. Вопрос, да. Со Шлюзовой, с большевистки, я поняла, это аварийные дома, которые подлежат сносу. Мы граждан переселили оттуда в новостройки. Здесь, скорее всего, идет вопрос о какой-то семье. Это, по всей видимости, единичный случай. Просто я приглашаю вас к себе. Мы разберемся по этому вопросу, по этому поводу. В принципе, у нас ни одна семья не осталась за бортом, будем так говорить, с кем мы работали. Мы всех обеспечили. То есть, в принципе, эти дома в настоящее время должны быть пустыми уже, да? Да, да. То есть, у нас там мы плотно занимались с этими гражданами. Если действительно там такая ситуация, мы будем разбираться. То есть, как вы там оказались, какое время вы проживаете, и так далее, и тому подобное. Добро пожаловать к нам, и мы с вами будем работать. Давайте скажем телезрителю, где вы находитесь. Значит, мы находимся в здании Дмитровского фасада. Это вот где регистрационная палата, которую уже знает, наверное, большинство граждан, которые какие-то документы у нас оформляют. И там же у нас находится комитет по управлению муниципальным имуществом. Мы с ними на одном этаже, поэтому обращайтесь к нам. 216 кабинет, 219 кабинет, конкретно мой кабинет, и мы уже с вами пообщаемся. Можно, поскольку, если это касается аварийного жилья, то здесь даже не обязательно в приемный день. Мы работаем по пятидневной системе с 9 до 6, так что в любое время. Сейчас до 2 у нас обеденный перерыв, так что приходите. Хорошо. У вас три направления вашей деятельности. Давайте начнем все-таки с последнего, то, что вы сказали, приватизации. Процесс бесплатной приватизации жилья продолжался на протяжении нескольких лет, да? Да. Все ли дмитровщане успели воспользоваться этим правом? Какой, например, процент приватизированного жилья? И вопрос, не будет ли продлен этот процесс? Значит, сейчас это в стадии обсуждения, этот вопрос. Мы предполагаем, что приватизация будет продлена. Так же, как дачная амнистия, да? Да, да, да. Только сейчас нам будет вставать вопрос о сроках продления. То есть там поправки будут либо год на год, либо на три. В чем я хочу сказать особенности у нас? Они определенные есть, прослеживаются, и у нас есть тенденции. То есть вот два года назад, когда было понимание, что она продляется, люди как-то так опять подуспокоились. То есть у нас такая, получается, некоторая вроде волна. Волна тоже. Да, да, да. У нас вот особенности, то ли это русского человека, то ли просто такая особенность, трудно мне сказать. То есть получается как? В течение даже вот этого, будем так говорить, 2016-го, 2014-го года у нас не был ажиотаж по приватизации весь год. То есть у нас достаточно ровно шел прием документов, оформления и так далее, и тому подобное. Как только люди начинают понимать, что ограниченные сроки, то у нас сразу всплывает большой поток документов по ним. Вот, допустим, у нас рекорд приема граждан в день у нас 100 человек. У нас такое бывает вот в такой вот накаленной атмосфере. А сколько у нас вообще процесс приватизации уже бесплатно идет? Он идет с 91-го года, с июля. То есть люди до сих пор еще не успели оформить? Ну, здесь я думаю, что кто-то не успел оформить, а потом с той поры, смотрите, шло какое-то определенное строительство, людям предоставлялось жилье по ордерам, а впоследствии после 2005-го года по договорам социального найма. И кто-то в ряду каких-то обстоятельств, я вот, допустим, знаю некоторых, вот, которые приходят ко мне на прием граждан, которые просто и не собираются приватизировать. Понятно. Нет, вот когда только начался процесс, все говорили, а зачем это нужно? Это нужно платить деньги и все прочее. Ну, тогда правильно говорить, что если вы ничего с жильем не собираетесь сделать, то и не нужно приватизировать. Правильно? Ну да, потому что есть определенная категория граждан, потому что с чем они потом впоследствии сталкиваются. Приходит, у меня тоже веду иногда личный прием, вернее, не иногда, а каждую неделю по вторникам, и уже заметил, что есть определенная категория граждан, которая говорит, что сталкивается с тем, с последствиями того, что было приватизировано, допустим, в долях на какое-то количество человек. И у них потом начинается определенное недопонимание в кругу вот тех граждан-садольщиков. Вот с этим сталкиваюсь периодически. Плюс люди получают налог на недвижимость. Да, и они говорят, а что же мне теперь делать? Вот начинаешь выяснять мотив приватизации, эти люди, они объяснить-то в принципе-то не могут. Они говорят, ну вот мне соседка сказала, что ж ты сидишь? И в связи с этим хочется отметить, что если определенная семья приняла решение все-таки приватизировать, оформить в собственность, то если сейчас, ну мы так предполагаем, будет продлена приватизация, если они уж примут это решение, то они тогда, пускай, целенаправленно постепенно к этому идут. А то получается так, что два года назад сейчас люди приходились с документами двухлетней давности. То есть вот такая вот. То есть они уже не имеют юридической силы, да? Нет, они сейчас, конечно, они сейчас обновляют, там что-то делают, но суть в том, что тоже они успокоились, что продляют, и закрыли для себя эту тему еще на перспективу двух лет. То есть здесь надо понимать, конечно, и плюсы, и минусы этой стороны. Надо понимать, что будет начисляться налог, да? Но вы имеете право распоряжаться этим, да? А муниципальные, то есть это по договору социального найма. Понятно. Есть звонок. Слушаем вас, говорите. Отключился. Хорошо, тогда если у нас по интернету. Скажите, по какой стоимости, Ольга Михайловна спрашивает, по какой сейчас стоимости осуществляется приватизация и занимаем гражданами жилых помещений муниципального жилищного фонда? То есть приватизация у нас осуществляется бесплатно? Немножко некорректный вопрос. Либо я не поняла эту даму, что она имела в виду, по какой стоимости? Ну, это вопрос то же самое, что сколько не поединяет. Вот такой вопрос от Ольги Симоновой. Каждый раз оформляя субсидии, уже три года отношение к людям в вашем отделе наплевательское. Лишь бы придраться к чему-либо и отправить человека обратить внимание на отношения ваших сотрудников к людям. Спасибо. Ну, хорошо. Но учитывая, какой у нас идет поток граждан, я не то чтобы вот... Я в любом случае выясню, что и как. Единственное, конечно, нужно сотрудников, чтобы назвать фамилию. Да, здесь тогда нужно говорить. Почему? Потому что я несколько раз знаю точно, была свидетелем того, что сотрудники были обвинены... Это голословные были обвинения. Да. Почему? Потому что в субсидиях у нас особенный контингент граждан, в основном пожилые люди. У меня сотрудники в этом отделе достаточно очень чуткие и внимательные. И учитывая, какой у нас объем граждан проходит, у нас субсидируемых почти пять тысяч. Представляете? То есть они у нас раз в полгода появляются. То есть с этими людьми у меня общаются сотрудники где-то 10 тысяч в год. Да, но причем я хорошо... Если бы это было системно, то я бы... Понятно. Я понимаю, когда только вводился процесс субсидий. Теперь это уже, наверное, все-таки и те люди, кто получают, уже знают, какие документы. Бывают, знаете как, бывают некоторые, когда объясняют сотрудники суть вот этой субсидии, как она рассчитывается, и если нет положительного результата или в противоречии закона, здесь никто не вступит. Это субвенции, это областные денежные средства, сами понимаете, строгая отчетность. Поэтому иногда бывает нарекание, вот вы тут придираетесь. То есть здесь мы действуем в рамках закона, в рамках тех нормативных документов, с которыми мы вынуждены работать. Понятно. Но давайте мы об этом несколько позже. Есть звонок. Давайте мы на него ответим. Слушаем вас, говорите. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот услышала чекисты, а вот... Один в том. Это я поняла. А суть-то в чем? Что при переселении не успеете поучаствовать в приватизации? В этом суть вопроса? Когда будет переселение? Я так понимаю, вот по этому поводу было совещание, что в рамках вот текущего года, 2015-го, и по всей видимости, приватизация сейчас будет продлена, и что там будет впоследствии, будет продлена, не продлена. Может быть, для определенной категории граждан она и впоследствии опять будет продлена. То есть, если суть только в приватизации, в комнаты какой-то, да, то чекистская, это по всей видимости, если это из аварийных домов, то это 9-11 дома. У нас только они сейчас рассматриваются. То в рамках этого года обеспечение этих граждан будет производиться. Понятно. Но вот аварийное жилье, там, наверное, процесс приватизации давно завершился, по идее, да? А, значит, смотрите... Туда не пропислили, наверное, не разрешали приватизировать, чтобы... А, смотрите, здесь суть в чем. В законе о приватизации, да, жилых помещений прямой запрет на приватизацию аварийного жилья. То бишь, если в собственности жилье, то он может им даже аварийно продавать, что-то, какие-то сделки совершать, допустим. Но если это муниципальный фонд, то здесь приватизация и прямой запрет. То есть в собственности оформление аварийного фонда не допускается. Понятно. То есть человек получит площадь соответствующей занимаемой, да? Да. То есть не больше, не меньше? Ну, не больше, не меньше. Меньше-то точно уже никто не... Ну, понятно. Но если там комнатка, а как сейчас же возможно с подселением? Да. То есть выделяется? Да. То есть это не ушло, пережиток прошлого, да? Не ушло. Но смотрите, суть в том, что при переселении, по работе с этой программой переселения из аварийного жилья, здесь учитываются метры, те метры, которые занимаются. И финансирование выделяется в рамках этих квадратных метров. Вот в принципе в чем суть. И поскольку если гражданин занимал, допустим, 15 квадратных метров, ему денежные средства на переселение будут выделены в рамках 15 квадратных метров. Вообще с этими метрами на Совете депутатов понял разговор, шел, то есть допустим детям, сиротам определяется определенная сумма, таких квартир нет. Вот как вот дальше быть? Да. Вот почему? Это вообще действительно ситуация такая достаточно сложная и она затрагивает даже может быть и не только нашу область московскую, поскольку, почему я говорю область, поскольку это на уровне области вот этот закон, если мы говорим про сирот, поскольку мы тоже участвуем в этом процессе, мы входим в межведомственную комиссию по формированию этих списков и оформлению документов проходит через нас. Да, есть там неопределенная каверзная ситуация, то есть там идет выделение бюджетных денежных средств на 33 квадратных метра. Есть такое. Не, ну тем же ветеранам Великой Отечественной войны то же самое же. На 36. На 36 квадратных метров, а квартира 42, то есть 6 метров кто-то должен доплачивать, правильно? А там по-другому немножко в законе сказано, если про участников войны, то внесены определенные поправки, чего не делается по сиротам. То есть по возмещению денежных средств по сиротам там более жесткие рамки и более жесткие условия. И на самом деле там вообще как бы разница-то в чем? А сироты, у них другая даже сумма финансирования идет. А инвесторы, которые строят жилье, они участвуют в этих программах? Участвуют. Или неохотно? Ну, скажем так, у нас есть один инвестор, я уж не буду такого прямо здесь называть, но есть инвестор, с которым мы постоянно работаем по федеральным программам. Ну, это Березовец, наверное, да? Ну да, тоже можно его и обознать. Мы очень плотно с ним работаем, очень благодарны ему за сотрудничество. То есть, да, мы работаем с ним и по детям-сиротам, и по участникам войны, потому что не все у нас, значит, инвесторы-застройщики готовы в рамках вот этих выделенных средств работать с нами, а с сиротами вы уже сами озвучили нюанс такой, там, все в зависимости квадратных метров. То есть сумма-то неплохая. Понятно. Нет, просто вот интересно, вот люди пишут законы, а они вообще как знают гражданские нормы сейчас строительства? Сейчас же такие квартиры уже они строят, да? Да, то есть вот я лично была, значит, на совещании, вот мы ездили тут с представителями опеки, и эти вопросы, понимаете, самые интересные, то есть достаточно было, это было в Думе, обширная была, значит, делегация, все это обсуждали, обсуждали, причем спрашивали, вот как вы считаете, вот что бы вот нужно было, то есть многие высказывания, но на самом деле изменить никаких не произошло, потому что вот эта ситуация, она была озвучена, озвучена практически всеми. И здесь каждый занимает по большей части свою позицию. Прокуратуру, что надо помочь детям, по правам человекам надо, но мы-то все понимаем, что надо, но и мы в то же время, работая с вами на земле, понимаем, что... Нет, ну так вот законодатели должны это решить, выделите и все, в чем проблема-то? Да, 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 но там все упирается за счет денежных средств. Ну понятно, 450 тысяч зарплаты нормально, а вот выделите. Так, есть звонок, слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вот, я беру, у меня такой вопрос, значит, я жительница Дмитриева, недавно приватизировала квартиру. Вот сегодня как раз сестра позвонила, что москвичи, она в Москве живет, москвичи из-за неповерных высоких налогов, значит, ну, возмущены они и просят правительство о расприортизации принять закон. Для этого правительства не надо просить так. Вот, и закон этот принят или нет? Я поняла вопрос. Понятен. Понятен. Во-первых, для этого закон, он и предусматривал ранее. Он и был раньше, да. Да, то есть для этого кого-то убеждать, убеждать не нужно. Другой вопрос, как это оформить. То есть здесь, если был договор, вот смотрите, ситуация какая. Сначала идет заключение договора, да, по передаче. Дальше идет порядок его регистрации. Раньше он был в ВТИ, впоследствии в регистрационной палате. Если никаких изменений не произошло по составу семьи, по сособствам и так далее, то есть гражданин подает заявление. То есть есть определенная процедура, она и была раньше. Но единственное, что скажу, что мы с этим сталкиваемся достаточно редко. Но уже было несколько случаев, когда граждане, ну, это, наверное, скорее те люди, которые приватизировали достаточно давно. То есть у них, значит, по факту документ был оформлен, но они его нигде не зарегистрировали. И перед ним возникает вопрос. То ли его зарегистрировать сейчас, то ли расторгнуть договор. Вот некоторые приняли решение его расторгнуть. То есть, будем так говорить, обратная процедура приватизации, она существует. Ну, понятно. Но, опять-таки, с какой целью вы приватизируете? Если вы хотите в наследство, ну, тогда пускай вам помогают ваши те наследники оплачивать это. Правильно? Ну, вопрос, да. Я еще раз говорю, здесь человек должен идти на это сознательно. Потому что у нас часть вот этих граждан, которые идут потоком... То есть мы хотим быть собственниками, но не хотим платить налоги, да? Да. Здесь надо понимать, здесь надо как приоритет это расставить. То есть это же мы на это идем, наверное, в силу каких-то своих внутренних обстоятельств и убеждений. Мы что-то хотим с этим сделать. Конечно. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Алло, да. Здравствуйте. Так, похоже, нет. Хорошо. Давайте тогда такой вопрос. Учет жилья. Вот в настоящее время насколько большая очередь городская, да, или она районная считается? Ну, мы знаете, у нас очень часто приходят... Кто имеет право стоять на очередь? Да. То есть каковы критерии? У нас среднее число, вот я могу и по району сказать, потому что мы периодически делаем сводные такие данные, да, которые куда-то направляем. Или министерство, или там еще ряд высшестоящих организаций. Средняя цифра у нас граждан состоящих, она колеблется в пределах двух тысяч. Это по району. По сравнению с советскими временами больше, меньше? Меньше. 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 То есть тогда порядка 15 тысяч, по-моему, было. Да, ну там, да, цифра такая, что приводили ее в соответствие, потому что там какие-то были списками, еще с чем-то. То есть, ну, некоторая хаотичность, будем так говорить, была. Сейчас, скажем так, вот эта средняя, она так и идет. У нас сейчас сотрудники достаточно большое внимание уделяют жилищным делам, поскольку часть граждан на текущий момент, она не нуждается, будем говорить, по факту уже в улучшении жилищных условий, но это мы уже сами делаем запросы, выясняем. Значит, кто сейчас имеет право встать на очередь, если так вопрос стоит? То есть в рамках действующего законодательства, начиная с 1 марта 2005 года, на очередь имеет право встать гражданин, который проживает не менее пяти лет у нас здесь на территории района, да, то есть оседлость у нас такая принята Советом депутатов, у нас есть положение, порядок, и занимает общей площадью на каждую члена семьи не более 10 квадратных метров. Тоже было решение Совета депутатов, принято тоже действующее на сей момент. Далее. И, кроме всего прочего, если мы говорим о бесплатном жилье, постановке на учет, этот гражданин должен подтвердить статус малымущего гражданина. То есть есть областной порядок, закон, в котором прописана формула расчета. Мы ее ежегодно обновляем, уточняем. И мы при... Сначала мы... То есть получается такие, скажем так, два этапа. Сначала признаем нуждающимся, как и раньше, по метрам. Далее статус малымущих, и далее мы уже ставим этого гражданина на учет с присвоением ему номера. То есть вот если человек изъявил желание, сколько времени по времени пройдет процесс, примерно, вставить на очередь? Ну, я так понимаю, что это пройдет в среднем полтора-два месяца. Полтора-два месяца. То есть на собирание всяких всевозможных справок. Ну, так скажем, тут в основном я в зачет вот этого срока взяла документы, которые он принесет по поводу своей доходной базы, потому что там достаточно такой список. А что там считается доходной базой? Ну, все его пособия, зарплаты, он справку приносит два НДФЛ и так далее, и тому подобное. То есть там, если... Все зависит от того, от количества чинов семьи. То есть для того, чтобы нам это просуммировать, вычеты какие-то произвести. Ну, понятно, но в рублевом эквиваленте, каково должен быть доход на очередной семьи для того, чтобы семью признать нуждающейся, малоимущей? Там зависит от того, сколько членов семьи. Ну, понятно, вот если на человека. Там, значит, от 6 до 8 тысяч, где-то вот такой вот в рамке на одного гражданина. То есть если меньше, да, то тогда нуждается. Да, да, да. Если больше, то не нужно. Ну, вот тут суть-то в чем? Насколько нам поясняли, вот, когда вводили все это новшество, то есть мнение законодателя заключалось в том, что если он превышает вот это пороговое значение, то он имеет какую-то там, будем так говорить, возможность за определенный порядок времени накопить какую-то сумму и приобрести себе жилое помещение, как нам, по крайней мере, так объясняли. Понятно, да, допустим, семья 4-х человек, доход, допустим, 30 тысяч. Хотелось бы посмотреть на того-то законодателя, который написал это, как люди могут прожить и еще отложить что-то. Ну, в некоторой степени, конечно, это выглядит фантазией, я согласна. Понятно, есть звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, когда будет распределение жилья муниципального по улице Внуковской, дом 3, это новостройка? Так, Внуковская, дом 3. Новый дом. Вот, корпус 4, сейчас Внуковская, дом 3. А, 3-й и 5-й позиции, вы не знаете? А, нет, я знаю, что Внуковская 4, я не знаю, просто почтового адреса. Но это то, что строит Репин? Нет, я думаю, что это то, что строит Пик-регион. Пик-регион, да. Настройщик-то кто? Уже отключился, с вами говорили. Потому что, мне уточнить, там бывает, знаете, почтовый адрес один, а строительный другой. Если мы сейчас говорим, просто как-то так был задан вопрос-то хоть бы поточнее. Внуковская, дом 3, да. Да, если... Он еще не имеет номера, наверное, когда он. Ну, вот, значит, тот, кто дозвонился, я так понимаю, какую-то информацию располагает. Если мы говорим про строительный адрес Внуковской, 4, то сейчас идет процедура, значит, оформления вот этих жилых помещений. Ну, там их всего 7 квартир, будем так говорить. Если это связано с переселением с аварийного жилья, то то же самое. То есть, в любом случае, чтобы было понимание, предоставление и оформление документов, возможно, только в случае, если это жилые помещения находятся в муниципальной собственности, то есть включены в казну. На текущий момент, я могу сказать совершенно точно, в казне жилых помещений с этого адреса нет. Пока еще не оформлено, да? Да, да. Так, может быть, телезритель дозвонил. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Вот вопрос у меня такой. Семья наша прописана по двум адресам. В двух случаях квартиры приватизированные. К нашей семье непосредственно, я, муж и трое детей, в одной квартире относится третья часть собственности, во второй квартире одна шестая часть. И вот вопрос заключается в том, справки я должна, тем не менее, собирать на всех зарегистрированных по этим адресам? Мне понять, то есть в рамках сейчас чего идет обсуждение? Вы в рамках какой-то программы хотите участвовать? Нет, я хочу как малоимущая встать на очередь. Значит, смотрите, мы с граждан на текущий момент просим предоставить по большей части документы личного хранения. Мы зачастую запросы делаем сами. Единственное, межвед, у нас не вошло, это справки БТИ. Вот это граждане приносят сами. Значит, все, что связано с недвижимостью и с налоговой, мы делаем сами. То есть, если по своим чинам семьи, документ личного хранения, то что у нас, паспорт, свидетельство о рождении, заключение брака, тут уж, естественно, мы никакой запрос не сделаем. Это приносите сами. То есть, выяснять и копию, снимать документов с ваших братьев и сестер по большому счету не обязательно, поскольку выписки из домовой книги, там какие-то сведения будут содержаться. Понятно. И раз оформлено, то вы запрос делаете, и вам сразу сколько метров приходится, да? Да, да, да. То есть, каждого уж там выяснять. То есть, я, может быть, не то, что догадываюсь. Как вариант, у нас бывают достаточно большие семьи, и бывает так, что братья, сестры, там какие-то родственники, естественно, если собирает нас стать на очередь семья, которая состоит муж, жена, там, допустим, ребенок, то тот же племянник, сестра, брат и еще кто-то, они к этому, ну, по большей части, с точки зрения их, они не имеют отношения. Но эти граждане можно понять. То есть, мы делаем сами запрос. Не проблема. Понятно. Ну, а вот очередь, вы говорите, 2000. А льготная очередь есть? Существует? Кто имеет право на первоочередное получение жены? Значит, смотрите, первоочередные списки у нас закончились вступлением в силу в 1 марта 2005 года Жилищного кодекса. То есть, до этого действовала 36-я статья Жилищного кодекса РСФСР, где вот прописывались первоочередные списки. Это у нас инвалиды, там, допустим, участники войны, мать и одиночки, дети-близнецы. То есть, там достаточно такой вот был обширный список. Да, учителя, врачи, служащие на текущий момент с появлением вот этого кодекса, которому, в принципе, уже 10 лет будем так говорить практически, льготная очередь ушла. У нас остались только списки общей очереди. Поэтому, если мы говорим про льготные списки, то есть, они ограничиваются вот этой датой. 1 марта 2005 года. То есть, и четко это все выполняется? Да. Или какие-то все-таки есть исключения? Есть внеочередные списки. Внеочередные? Да. То есть, не льготные, а внеочередные. Это граждане, чье жилое помещение стало непригодным для проживания. Раньше там были дети-сироты, сейчас их вывели отдельной строкой, то есть, сейчас у них немножечко другой порядок обеспечения. То есть, и кроме того, что аварийное жилье, внеочередное право, правом пользуются граждане определенных видов заболеваний. То есть, тут уже нам дают заключение органы здравоохранения, будем так говорить, медицинские. То есть, по состоянию здоровья. Понятно. Вот несколько вопросов по интернету. Останется ли неприватизированное жилье муниципальной собственности, возможно, будет частный инвестор? По поводу инвестора не поняла. Но если будет частный инвестор, сейчас строятся в основном частные инвесторы. Так. То есть, муниципальные собственности. Но, в принципе, сейчас, наверное, квартиры уже не уделяются так, наверное, да? Сейчас нет. Сейчас они отторговываются, да. То есть, идет оплата аренды. То есть, какая-то определенная доля, вы имеете в виду, из новостроек, да? Да, да, да. Ну, это было раньше. Ну, это в рамках инвестконтракта. Но сейчас уже инвестконтракт, как таковый, не заключается. Другая схема. Закон-то меняется. Вот вопрос от Светланы. Я два года назад получила социальное жилье как сирота. Имею ли я право на приоритетизацию этой квартиры? Два года назад. Смотрите, сейчас вступление... Вот в прошлом году мы обеспечивали сирот. У них пошли поправки в закон. Им предоставляется по договору специализированного найма сроком на пять лет. Но это вот с прошлого года. Поэтому здесь вот надо понять, когда точно она получила жилье. Есть ли у нее на руках? Здесь очень все просто. Приватизации подлежат жилые помещения, которые у вас по документам оформлены, либо ордер, когда-то вам предоставлялся, да? До того, до 2005 года. Либо у вас на руках договор социального найма. То есть, если он у вас есть, то, соответственно, вы имеете на это право. И если вы до этого не участвовали в приватизации. То есть, еще одно условие. То есть, приватизация бесплатная, подлежат жилые помещения. И граждане те, которые не воспользуются этим правом. То есть, однажды можно так воспользоваться, да? Да. Ну, бывает так, что если были несовершеннолетние дети, за них принимали в силу закона решения родителей, да? И если им уже исполнилось 18 лет, то они могут участвовать в приватизации. Хорошо. Такой вопрос от Макарова Петра. Но, частью, наверное, уже сказали. Скажите, существует ли случай в Дмитрове районе расприватизации квартир? Если да, то какое количество угодно? Ну, это буквально, скажем так, единичные случаи. Бывает. Бывает, бывает, может быть, даже хотят расприватизировать, но нет соглашения между этими членами семьи, будем так говорить, которые участвуют в приватизации. У нас очень часто получается как? То есть, допустим, есть ли один гражданин или там двое? То есть, они еще, может, какое-то взаимопонимание находят. А вот если уже их какое-то большее количество, то бывает, между ними возникают какие-то, скажем, трения. Шероховатость. То есть, если у них долевая там по одной пятой, по одной шестой, то у них, да, бывает. И если они консенсус между собой не находят, то здесь уже... У нас что, приватизация носит добровольный характер? Должны все выразить согласие. Обратная сторона то же самое. Вопрос от Михалева и Тамары Петровны. Расскажите, пожалуйста, о процедуре приватизации квартиры. С чего начать? Куда правильно обратиться, дабы избежать попыток обмана накруток суммы? Обращаться же именно к вам, а не к риэлтору, не к кому-то. Ну, к нам, я еще раз говорю, вот даже ситуация какая. Вот мы не знали, продлят, не продлят, но в любом случае у меня сотрудники даже работают в авральном режиме. И объясняют, подсказывают, рассказывают. В чем суть? Суть в том, что у вас, еще раз говорю, подлежат приватизации те жилые помещения, которые вы занимаетесь по договору социального найма. Это первое. Квартира должна, вот это жилое помещение, может быть, это комната, да, должна быть в муниципальной собственности. Почему это подчеркиваю? Потому что периодически к нам обращаются с военных городков бывших. А эти городки, часть-то в муниципальной собственности, а часть нет. Потому что люди понимали, что если это ведомственный фонд, то мы не имеем права полномочий приватизировать. Также, во-первых, ведомственное жилье других предприятий каких-то тоже, наверное, да, тоже не имеет права. Нет, если только есть какая-то определенная доверенность и так далее, и тому подобное, то есть мы оформляем документы. Но у нас большинство военных городков и военнослужащих, да, с городков, они идут в судебном порядке, поскольку Министерство обороны с ними не заключает договора. Но через суд-то они все-таки выиграют свое право? Да, да, конечно. То есть механизм дорожки уже протворили, да? Просто там приходит очень много запросов, да, из суда, с просьбой уточнить, пояснить, участвовали, не участвовали и так далее. Ну, понятно. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Пять лет назад мы подали документы на приватизацию, полный комплект собрали. Вот такого плана вопроса является ли... Мы его не получили. Является ли он действительным и как можно его забрать? Спасибо. Так, вот здесь нужно понять, куда вы отдали эти документы. К нам в отдел, либо кому-то у нас иногда с таким вопросом приходят, а доверили эти документы каким-то третьим лицам, будем так говорить. Посредникам, либо еще кому-то. Если вы у нас в отделе, если вы только приходили и что-то выясняли, это одно дело, потому что, как тот не очень понимает, пять лет назад, как их забрать? Ну, приходите, выясним, с какого адреса, какие документы вы приносили. То есть, в принципе... Но, на самом деле, большую юридическую ценность они на текущий момент, я так полагаю, не представляют, потому что за пять лет могла произойти масса изменений. Вот уточнение, наверное, того вопроса, который был по поводу депрактизированного жилья. Не передаст ли муниципалитет, не приватизированный жилье частным структурам, как передал водоканал или теплосеть? Ну, тут трудно сказать. Собственник, если собственник муниципалитет, что значит передал? Собственник, он несет бремя ответственности. Передать ее можно не передать, а предоставить на каких-то условиях. Но там есть граждане, которые нанимательствием жилых помещений, будем говорить. Это передать здесь, они и так передаются, в какую-то управляющую компанию, которая управляет этим домом и так далее, которые меняются каждый год у нас, будем так говорить. А вот так вот взять и как-то отдать, что-то не очень понимаю. Непонятный вопрос до конца, да? До конца, да. Вопрос от Андрея Юрьевича. Оценочная стоимость жилья для приватизации формируется на основании действительной стоимости с учетом коэффициента потребительских качеств и индекса качества жилой среды. Эта формула понятна. Но откуда берется действительная цена, которая лежит в основе? Из-за непрозрачности схемы ее формирования создается ощущение, что можно заложить любую сумму. Как убедиться в ее правильности? Куда можно обратиться, чтобы проверили обоснованность оценки квартиры? Может, стоит сразу обращаться в прокуратуру? Ну, смотря в рамках чего возникает этот вопрос. То есть сейчас что? У человека в собственности по налогам проблема или в чем? Мне вот понять. То есть здесь, ну, я знаю, что некоторые обращаются со спорными вопросами, выясняют, делают оценку независимую. То есть здесь надо... Ну, в самом процессе приватизации какая разница, какую стоимость оценят, нет? Есть разница? Ну, смотрите, здесь я понимаю, скорее всего, в чем суть вопроса. В уплате налогов, по всей видимости. Нет, вот сам процесс приватизации будет зависеть от того, сколько оценят квартиру? Сам процесс нет. Нет. Ну, вот именно тогда... Нет. Привязки нет. Здесь привязка может быть только к уплате в последующем налога. Это да. А вот сам процесс приватизации, я еще раз говорю, это жилое помещение должно быть по договору социального найма, да, в этой семье. И должно быть зарегистрировано право у муниципалитета, на него такие основные два условия. Ну, и выяснение, если он менял очень часто место жительства, то мы вынуждены проверить, и он нам в этом помочь, где он был и что он делал. Потому что он, может быть, уже исправил право. Но вообще расчеты тоже, методика существует же, тоже область все разработанная. Она во всем существует. Естественно, все, что касается какой-то оценки и что служит основанием для, значит, расчетов каких-то, оно в любом случае везде есть. Ну, понятно. Но в этом году было очень много вопросов, потому что методика была явно не далека от совершенства, потому что суммы были очень большие. По-моему, на следующий год должно измениться все. Она там меняется, да, да, да. Ну, это опять, это вот опять вопрос к нашим законодателям. То есть, как они считают, да? Да. Так, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. Нет вопроса. Хорошо. Тогда есть вопрос по интернету. Так, смотрю его. Панов Фиктор. Больше шести лет перед председателем СНТ Родничок в Куничниково, собрав деньги, не может сдвинуться в место в процесс приоритетизации. Слышали ли вы что-нибудь об этом? Могу ли я в частном порядке приоритетизировать участок сам? Но это не по вам, да? Ну, это СНТ, да. Это уж явно. То есть, уж, наверное, еще раз повторюсь, здесь социальный найм и муниципальный жилищный фонд. То есть, это вам нужно в другое ведомство обращаться? Да, да, да. Ну, курьезы у нас есть. И к нам иногда приходят с какими-то такими вопросами, мы людям разъясняем. Вот. Если там тупиковая ситуация, то в некоторых ситуациях в судебном порядке люди отстаивают свои права. Ну, вот вы уже напоминали цифру. Около пяти тысяч, да? Люди получают в настоящее время жилищные субсидии в нашем районе. Вот каковы критерии? Кто может воспользоваться этой льготой от государства? Значит... Как она рассчитывается? Ну, вот расчет-то такой не совсем простой, непростой. Там тоже определенные коэффициенты. То есть, даже в нашем районе, это областная законодательная... То есть, там в начале, как водилось, есть коммунальные платежи, квартплат, так называемые, да? Сос, да, надо. Больше 20% от совокупного дохода, тогда ты имеешь право на субсидии. Сейчас как? Сейчас периодически меняется. И достаточно часто. То есть, вот мне вот... То есть, государство все ущемляет, ущемляет? Ну, где-то ущемляет. То есть, да, там меняется, там же, если что. Это же математика. Какое-то происходит незначительное изменение коэффициента, сразу меняется расчет. Меняется расчет, меняется количество людей. Меняется количество людей, меняется количество денег. Но основной критерий все-таки доход на душу населения, да? Да. И какой процент составляет, например, этот доход общесемейный от квартплаты? Какова эта цифра сейчас? Ну, сейчас он, вот он как был, как вы говорите, 20%. Так и есть. Насколько я знаю, что он в пределах этого и есть. Другой вопрос, что... По-моему, понижали чуть ли не 15 уже. Другой вопрос, что он разный. И вот если у каких-то семей, там, у граждан есть вопрос, и он там что-то не знает, еще как-то, это лучше с документами подойти. Потому что вот сейчас на вскидку не скажешь. Я еще раз говорю, в районе, даже расчет в нашем районе разный. В зависимости от того поселения, где проживает гражданин. Там Габовское поселение, там Синьковское и так далее. Но это устанавливает у нас область. Повторю еще раз. И если есть вопрос под субсидием, добро пожаловать, у нас каждый день прием граждан, кроме среды. И мы это все разъясним. Понятно. Уже более точно, скажем так. Вот, ну не на пальцах. Так. Есть вопросы в звонке? Есть. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот квартира была приобретена в 95-м году. Тогда еще не выдавали свидетельство на право собственности. Как можно его оформить сейчас? Ну, у вас наверняка есть какой-то правоустанавливающий документ. Поскольку вы сказали, что мы приобрели квартиру в 95-м году. В 90-е годы регистрирующим органом было БТИ, Бюро техническая инвентаризация. Это потом, впоследствии, где-то в конец 97-98-м, какая-то база была уже. Сейчас у нас уже БТИ, но архивные сведения не выдают. Если у вас есть на руках, значит, подтверждающие документы, договор купли-продажи, наверняка он у вас где-то зарегистрирован. Вы либо у нотариуса оформляли его, зарегистрировали в БТИ. То есть здесь нужно поднять все эти правоустанавливающие документы и уже обратиться за, по всей видимости, ну, как я так думаю, что девушка хочет оформить в собственность. То есть зарегистрировать свое право в регистрационной палате. Вот со всеми этими правоустанавливающими документами, я думаю, что даже можно воспользоваться услугой МФЦ, прийти, показать, и там разъяснят, какие документы донести, в зависимости от того, что у вас на руках есть. Какой-то договор и так далее, какое право у вас. Обозначено. Понятно. Все-таки вот этот товарищ у нас опять уточняет вопрос. Водоканал был в собственности города, теперь в собственности экожилком. Не приватизировано жилье в собственности города. Возможно ли собственником станет частная структура, методы различной торги и так далее? Ну, сейчас, мне кажется, преждевременно такой вопрос задавать. По крайней мере... Ну, это не реально. То есть, частная структура должна выкупить это жилье. Ну, если, понимаете, в частном лице существует, да, порядок. То есть, вот приватизация у нас как один из элементов бесплатной передачи собственности, допустим, гражданам. Чтобы перейти в частные руки, будем, ну, простым языком говоря, это опять вот как вот вопрос женщины. Что мне сделать у меня вот так? Это нужно пройти какую-то процедуру передачи собственности. Процедур-то всего их несколько на самом деле. Либо договор купли-продажи, либо дарение, либо наследство. Но если уж мы говорим про жилье, то какой-то вот из тех вариантов, которые у нас прописаны в гражданском кодексе. Еще пока нового, никто ничего не придумал. Так, есть звонок еще. Слушаем вас, говорите. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. Почему документы не принимаются на партизацию? Говорите, мы вас слушаем. Почему документы на партизацию не принимаются? Не поняла начала. Еще раз. Почему не принимают документы на партизацию? Кто и где не принимают? Кто не принимает? У меня во вторник 100 человек приняли сотрудники. Какие документы? Я лично приходил, у меня никто не принял. Сказали, что за 24 числа приниматься не будет. Ну, вот здесь вот не совсем поняла, потому что только сегодня вот мы обсуждали этот вопрос, количество посещения наших граждан. Я говорю, во вторник было 100 с лишним человек принято. Здесь надо какие-то обстоятельства более конкретно узнать. Приходите, все у нас принимается. Вопрос от Милены. Куда обращаться в случаях, если есть сомнения в правильности оценочной стоимости? В сомнении, если есть, только к независимым ценщикам получается. Если человек не доверяет, если видит какой-то подвох или недоверие. То есть здесь любая организация, у которой есть лицензия, может к ней обратиться, она сделает независимую оценку. Ну, а хорошо, эта оценка будет иметь, допустим, свой вес, если пойти в налоговый орган, скажем. Вот там одна справка из БТИ, например, одна оценка. Ну, сначала, может быть, стоит выяснить, откуда вот эта оценка взялась. И с той же налоговой поговорить. Может быть, стоит поэтапно, как это сделать. И если уже, исходя из этого, возникает сомнение, то можно сделать независимую оценку, конечно. В конце-то концов можно и в судебном порядке отставить свое право. Если человек сомневается, у него есть документы, с которыми можно поспорить. Так, на ваш взгляд, какие вопросы у меня осветили касаемо работы вашего управления? То есть, что нужно? На что внимание нашли заострить? Да я не то, чтобы заострить, могу еще дополнить. Просто мы работаем в рамках еще федеральных программ. Мы вот сейчас говорили про очередь, да? То есть, я могу сказать, какие у нас вообще программы работают еще помимо того, что... У нас молодая семья есть, да? Да, у нас есть программа «Молодая семья». У нас достаточное количество граждан с этим вопросом, в принципе, обращается. Причем мы работаем, как и городское поселение Дмитров, и сейчас и в рамках района. Программа интересная семьи более детей. Такая программа есть, она неплохо финансируется. Вот уже мы третий год с ней работаем, она областная. У нас есть участники этой программы? Есть. Да? Да, уже несколько семей. У нас есть такие семьи, много семей, где семьи более детей? Ну, есть. Но они, опять же, должны подходить под рамки нуждаемости, но это мы с вами обсуждали. Но в данном случае, естественно, подтверждение платежеспособности их не требуется. Здесь вот, потому что они идут в рамках определенной программы, да? То есть, если даже они обеспечены хорошо, но метраж не позволяет, то есть, им полагается... Да, им положены определенные субсидии. Причем, вот эта денежная выплата, она достаточно приличная. Ну, рождаемость нужно поддерживать именно таким образом, в первую очередь. Ну, возможно. Вот сейчас мы одной семьей готовим документы и будем направлять в Министерство строительного комплекса Московской области, который вот с нашей точки зрения может... Еще бы квартиры такие строили. Они уже приобретают себе в рамках выделенных денежных средств, но... То есть, объединяют три квартиры... По большей части, мы им в этом помогаем, где-то в чем-то, в общем-то, совместным усилием будем говорить, так и реализовываем. Это их право. Вот. Но про детей-сирот мы с вами уже говорили. Вот. Что у нас еще? У нас еще какие федеральные льготники через нас проходят? Это в рамках всего района. Значит, инвалиды, ветераны боевых действий. Чернобыльцы, нет? А чернобыльцы, да, чернобыльцы, на них выделение денежных средств происходит по средствам сертификата. Это напрямую из Москвы. Мы по доверенности это получаем. Чернобыльцы, вынужденные переселенцы, северяне. Да, есть такая категория, мы с ней работаем. Особенно вот чернобыльцы у нас в последние годы хорошо обеспечиваются. Вот. Ну и военнослужащий запас. Но, правда, их уже немножко осталось. По большей части они у нас уже обеспечением прошли. Потому что частей уже не осталось, да? И как бы процесс решен. Ну, наверное, может быть, давайте последний вопрос по интернету от Ирины Пискаревой. Можно ли приоритетизировать только свою часть квартиры, если остальные жильцы против? Нет, нельзя. Нельзя. То есть, это процесс общий нужен. Да. Хорошо. Татьяна Александровна, ну, вот время пролетело очень быстро. Достаточно было много вопросов. Но чаще всего, наверное, вам приходят на прием. То есть, вы его введете по вторникам, да? Да. Я введу каждый вторник с 10 до часу. Поэтому, у кого есть какие-то вопросы, приходите. А приемные дни вообще ваше управление? Вторник, четверг. Вторник, четверг. Целый день, да? Ну, у нас, да, с 10 до 4. Ну, если есть народ, то есть, мы, в принципе, за рамки этого времени принимаем. Хорошо. Тогда прежде, чем попрощаться, какие-нибудь сообщения и пожелания? Ну, по приватизации я, в принципе, уже сказала, поскольку... Будем надеяться, что ее продлят, да? Да, я так думаю, что ее продлят. То есть, тогда принимайте решение и не затягивайте все до последнего дня. Чтобы вот и звонков таких не поступало, нареканий. Чтобы потом не пришлось платить деньги за приватизацию, да? А суммы вообще большие будут? Ну, сейчас срана, наверное, об этом говорить. То есть, вы имеете в виду вопрос платной приватизации. Да, оформление собственных. Но сейчас пока об этом речь не идет. Я думаю, что это будет после окончания приватизации. Или, по крайней мере, не в данной экономической ситуации, да? Ну, я думаю, что да. И какие пожелания будут телезрителям? Ну, пожелания, прежде всего, хочется всем зрителям и всем жителям нашего прекрасного Дмитровского района пожелать здоровья крепкого, благополучия в семьях. Потому что, если у вас хорошее настроение, то с хорошим настроением ходите на работу и с прекрасным настроением возвращайтесь домой. Мира в каждую семью. Вот этого бы я пожелала. И улучшения жилищных условий. Посредством, может быть, каких-то программ, где-то с нашей помощью, ну, а где-то с помощью своими силами, будем так говорить. Рассчитывайте тоже на себя. Ну, что ж, этими добрыми пожеланиями завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была исполняющая обязанности начальника управления учета, приватизации жилья и жильческих субсидий Татьяна Александровна Ягодкина. Я благодарю вас за наш диалог. Успех вам в столь необходимой и достаточно сложной работе. Спасибо. Мы с вами прощаемся и спешу сообщить, что в следующий четверг гостем студии станет глава Дмитриевского муниципального района Валерий Алексеевич Гаврилов. На сегодня все. До свидания. До новых встреч.